Всем привет! Меня зовут Дима и это очередной выпуск моего книжного блога. Давненько не снимал новых видео для BookTube и вообще для YouTube. Но, тем не менее, хочется снять сегодня тег. Хоть мне никто его не передавал, но, тем не менее, мне он показался интересным. И почему бы не сделать самому? Этот тег я видел у замечательного книгоблогера по имени Мария с канала NevermindTheBooks. И там 7 вопросов в этом теге. Он называется «Как я читаю». И постараюсь кратенечко ответить на все вопросы. Их в этом теге 7 штук. «Как я читаю». И первый вопрос. Как ты узнаешь о новых книгах? Ну, о новых книгах узнаю из разных источников. Иногда, когда заходишь в книжный магазин, читай город. Или, например, я подписан на рассылку против своей воли Литреса, портала книжного. И они присылают новинки. Или еще на сайте Медузы есть замечательная рубрика «Книжные обзоры». Обзоры новинок. Вернее, даже там рецензии. Вот, рецензии. И также на лабиринте подборки какие-то интересные есть. Контекстная реклама. Когда я ищу, например, там какие-то книги мне высвечиваются. Вот также захожу на страничку ВКонтакте или на сайт замечательного магазина комиксов «Чука Гик». И как раз там тоже они публикуют подборки новинок. Вот. Также второй вопрос. Почему ты начал читать? Ну, у меня вообще читающая семья. И это как-то с детства. С детства была большая библиотека. У бабушки тоже в доме. Очень большая, внушительная библиотека со многими книгами. Русская классика, зарубежная классика. Я познакомился как раз там. Вот. И дома была в основном фантастика из книг. Классическая. Рейд Брэдбери. Потом братья Стругацкие собрали сочинений. Хейли. Вот. И так далее. Так. Третий вопрос. Как изменился твой вкус со временем? Как изменился вкус со временем? Ну, если в детстве я предпочитал, знаете, в большей степени фэнтези читать. Различное. Фантастику. Потом еще ужастики в детстве очень любил. Вот. Помните, была такая серия книжная ужастики. Продавались по 18 рублей в магазине. Вот. И мне прям нравилось читать их. И со временем я больше полюбил классическую литературу Чехова, Достоевского. И те книги, которые я не читал по школьной программе во многом, я прочитал как раз уже после окончания школы с большим удовольствием. То есть, если раньше я, может быть, не понимал, какие-то отдельные книги не шли у меня, тот же Толстой, его «Война и мир», «Крейцеров, Соната», «Анна Каренина», то потом мне прям понравилось. Ну и вообще, в школе я любил литературу, тем не менее. Мы вели дневник книг, тоже такой дневничок, куда записывали. У нас потом, кстати, его забирали, проверяли. Мы записывали туда книгу, свои впечатления, краткое описание. Так что это тоже мотивировало. Нас заставляли в школе, ну не то, что заставляли, требовали больше читать в гимназии. Так, следующий вопрос. Как часто ты покупаешь книги? Вообще, хотелось бы покупать книги как можно чаще. Если была бы моя воля, я бы покупал их каждый день или хотя бы каждую неделю, но книги сейчас дорогие в последнее время стали. И тем более с появлением электронных носителей как-то стало удобнее читать на электронных книгах. И тем более в шкафу уже нет места особо для новых книг. И поэтому стараюсь покупать для... по минимуму. То есть, потому что уже некуда ставить. Еще раз сохранились старые книжки с тех времен, с детских, с 90-х годов. Ну и как раз введение книжного блога, то есть, введение блога на BookTube заставляет как-то... Не заставляет, а мотивирует покупать больше книг, чтобы выпускать какие-то новые видео. Но вот в последнее время я мало покупаю новых книг, то есть, совсем нет времени читать. И поэтому как-то и книжный блог тоже немножко притормозился. Ну, следующий вопрос. Как ты попал на BookTube? Я искал рецензию на книжку какую-то. По-моему, это был Шерлок Холмс. Не Артура Конана Дойла. Другого автора. Не помню уже какого. По-моему, это был Горовец, Дом Шелка. Я искал рецензию на разных сайтах. И потом просто вбил в Ютубе и посмотрел как раз это видео по этой книжке. И наткнулся на многие другие, то есть, сбоку. Наткнулся на многие другие интересные книжные обзоры на BookTube. И потом еще я нашел какую-то видеоблогершу зарубежную, которая тоже снимала книжные обзоры. Вернее, не только. Она снимала и, по-моему, обучение испанскому. И тоже снимала рецензии на книги, прочитанные. И вот я тоже загорелся этой идеей. Потому что до этого я снимал тоже блоги какие-то. Потом был большой перерыв. И без Ютуба стало скучно, стало грустно. То есть, без съемок видео. И вот решил попробовать себя в BookTube. Почему бы и нет? Подумал я. Следующий вопрос. Шестой. Как ты реагируешь, когда не нравится концовка в книге? Ну, мне кажется, концовка важна, тем не менее. Но, как бы, в большей степени само содержание книги. Если книга хорошая сама по себе, если она полна всех элементов, составляющих, что делает книгу настоящей интересной книгой, захватывающей, то концовку можно простить. И вообще, со временем, мне больше стали нравиться такие концовки книг с открытым финалом, когда самому что-то надо додумать. Может быть, придумать финал, поразмышлять о чем-то, поспорить с друзьями по этому поводу, со знакомыми. Ну и седьмой финальный вопрос. Как часто ты подсматриваешь концовку книги, чтобы узнать финал произведения? Ну, вообще, я часто не сдерживаюсь и подсматриваю в конец. Но так, мне кажется, даже интереснее, потому что вот ты читаешь несколько строчек, несколько строк, и думаешь, что же такое, что же там случилось в этом финале? И это мотивирует тебя, как бы, читать дальше книжку, чтобы скорее добраться до окончания. Вот, то есть, подогревает интерес, подогревает интерес к дальнейшему чтению. Ну и на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь. И до скорых встреч на просторах BookTube. Продолжение следует...